Так, это первая запись. Так, сейчас я включу еще одну запись. Я уже говорил, что у нас есть две новых книги Карли Баха. Одна называется «Сердце небес», другая называется «Врата жизни». Это разные авторы, есть одно, это что нет, другое. Но в этой книге оказалось очень интересное предисловие. Мы начинали ее читать, но, вероятно, пропустили предисловие. Я думаю, что мы сейчас это восполним. Просто интересно. Немножечко о биографии. Первые биографические сведения мы когда-то читали. Я не думаю, что я сейчас буду возвращаться к этому. Мне здесь очень интересно, кто-то уже писал на нашем форуме по поводу отношений Абшлама с Любайческим движением. Абшлама учился в Лейквуде. У него был знаменитый учитель, которого звали Ребарен Котлер, который приехал в 1941 году в Америку. И в 1943 году он создал ешиву. И молодой Карлибах присоединился к числу ее первых учеников. Примерно шесть лет Любайческим учился в Лейквуде. Очень напряженно. Он считался очень способным учеником. И Ребарен Котлер поставил его на должность Хойзер. Хойзер – это который повторяет урок ученикам. Объясняет им то, что они не поняли, хотя он был самый молодой. И когда Ребшлама рассказывал о своих годах, проведенных в Яшиве, он говорил, что удостоился по милости Всевышнего учиться у двух величайших глав ишив, которые тогда были в Соединенных Штатах. От каждого из них он получил что-то особенное. от Ребшлама Геймана он получил амканут, глубину. Ребарен Котлер он получил харрифут. интеллектуальную строгость, я знаю, доказательства. Ребшлама говорил, что его мечта была продолжить учить Тору в Яшиве и когда-нибудь создать собственную Яшиву. Я записывал целые тетради своими открытиями в Торе. Мир вокруг меня не интересовал. Я целиком был погружен в Тору. Я чувствовал, что я нахожусь в Ганейден. В те годы Ребшлама уже был связан с Хасидутом, в том числе Реби из Моджиц. Там он приобщился к Моджицским Нигунам и Реби из Бобов. Там он приобщился к историям хасидским. Но в основном Ребавчицкий Реби. С тех пор, как семья Карли Баха приехала в Нью-Йорк, он и его брат молились в бет-мидраж синагоге Хасидов Хабад, который находился недалеко от их дома. Они очень приблизились к Реби, речь о предыдущем Ребе Шнерсуне, который приехал из России в начале Второй мировой войны и также к его зятю, Ребина Хемедову, будущего Ребя. И когда Ребшлама вспоминает ту эпоху, он говорит, наверное, я должен был вырасти из противоречий. С одной стороны, я был очень связан с Ребаром Котлер, литовский такой иудаизм, который был жестоким противником хасидизма и особенно хасидизма Хабан. С другой стороны, я был связан с любовическим Ребем, который нажимал на меня, чтобы я пришел учиться у его Ишива. Способный Бохер. Значит, два рожь Ишива его перетягивают. Этот говорит мой ученик, а этот говорит мой ученик. Что ему делать? Благословен Всевышний, который дал мне силу не отказаться ни от того и ни от другого. Я продолжил быть учеником Ребарона и его стиле учебы, литовского, меснагетского. И также я остался очень крепко связан с Ребе. В 1950 году Ребенахи Мендель стал главой движения Хаббат, и Ребшлома приблизился к нему еще больше. Новый Ребе предложил ему шутафут, совместное мероприятие, как он сказал. В чем оно состояло? Стать его Шалиехом в американских Ишивах. То есть ездить по американским Ишивам и распространять там свет хасидизма. Сначала мне было тяжело согласиться, говорит Равкарлибах, потому что я целиком был в учебе. Я не мог себе представить, что я отрываюсь от учебы и разъезжаю по Америке. Но Ребе сказал, «Немножечко оставь себя в сторону». И что он рассказывает? Ребе дал мне новую душу. Ребе вложил в меня новую душу. Я вдруг начал чувствовать ответственность за каждого еврея. И это было началом моего выхода в мир. И так он начал ездить из Ишивы в Ишиву. С лучшими учениками он учил хасидизм каждую ночь по началу. В 1951 году по просьбе Ребе он пошел и сделал смеху. То есть сделал себе официально Равинскую смеху у Равицхака Гутнера. То есть очень серьезную смеху. Ценимую смеху. Однажды к нему позвонили студенты из университета Коломбии. Они услышали, что он преподает хасидуд. И попросили у него прийти и сделать им лекцию. Он пошел с Ребе. Ребе сомневался. Ребе сказал, что здесь есть знамение с небес, что мы должны взять ответственность даже на самых далеких. Ребе не хотел. Ребе сказал, давай. И тогда началось, как он сказал, выход хасидов Хаббада на Кирур-Хоким, на приближение далеких. Ну, я не знаю, насколько здесь надежный источник, который говорит, что все, весь Кирур-Хоким, все движение по приближению далеких началось с Ребшлома. Ну, так одну из версий можем это принять. В течение нескольких лет вместе с маленькой группой хасидов Хаббада разъезжал по Америке и разговаривал с молодежью. Иногда он приводил людей на беседу с Ребе. У меня была большая самоотверженность. Я не ел, не пил. Я только занимался тем, чтобы приводить людей к Ребе. Иногда я просто залезал в пустую машину, чтобы немножечко поспать. Таким образом он начинал, как официальный хаббадский шлях. Теперь самое интересное, как он оставил Любавич. Сказывает Ребшлома, понятно, когда я начал работать на Любавич, я никогда не пожимал руку женщине. Я готов был выпрыгнуть из окна и не дать руку женщине. Когда я приезжал к студентам, к молодежи, я всегда говорил, пожалуйста, мужики и мужчины в одну сторону, женщины в другую сторону. Один прекрасный день я пришел к Ребе, и я сказал им, ситуация такова, что если приходит 100 человек, я им говорю, девочки на лево, мальчики на право, или наоборот, 90% я уже потерял. 90% людей уже не хотят оставаться. Я вижу по их глазам, что они уже решили, что это не для них. После этого, когда я начинаю петь Снегун, какой-то хасидский мотив, я говорю, пожалуйста, женщины не должны петь слишком громко. И тогда я теряю еще девять. И так, вместо того, что уговорить со ста человек, я говорю с одним, так он сказал Ребе. Приходит 100 человек, 90% уходят. Когда я говорю, мальчики на лево, девочки на право, еще девять уходят. Когда я говорю, женщины, пожалуйста, не пойте слишком громко. Я сказал Ребе, эта молодежь не знает ничего о своем юрисстве. Они готовы, так сказать, завтра утром, так сказать, уйти из удаизма. Ребе в точности понял мой вопрос. Он ходил по комнате минут 20, не произнося ни слова. Открыл окно, смотрел на улицу. Потом он сказал, я не скажу тебе, что ты должен делать. И я тоже не скажу тебе, что ты не должен делать. Но пока ты появляешься на своих представлениях как Хасид, пока ты выступаешь как Хасид Любавич, ты не можешь выходить за рамки принятого. Но если ты захочешь сделать что-то по собственной инициативе, я благословляю тебя на успех. Я сказал Ребе, я не могу тебе официально это разрешить, но я даю тебе благословение. Только не делай это официально. И я понял, что с личностью мы расстаемся. Так я нашел себя совершенно одним, одиноким. В Лейквуде я уже не был. Теперь я покинул тоже Любавич. И я чувствовал, что нету ничего, нету мне места в мире. Взяло время, пока я встал на ноги. Но Всевышний пожалел меня, он сказал. Мне предложили маленькую должность раввина в городе Дороти в Нью-Джерсии. Это была община маленьких простых евреев, в основном переживших катастрофу. И тогда Любавич Лома начал записывать свою нигуни, свою музыку. И потом также выступать перед людьми. В 1959 году появилась его первая запись «Анышома Лав». «Душа принадлежит тебе». Можно будет ее потом послушать. Любавич Лома рассказывал, что никогда не садился специально, чтобы записать мотив. Мотивы просто приходили откуда-то с неба. И он очень быстро преуспел. Его нигуни им начали слышаться повсюду. Его приглашали петь по всей стране, по всей Америке. Но пока что в основном это были религиозные евреи. И в 1966 году его пригласили на фестиваль «Фольк» в Беркли. Там были самые известные певцы того времени. Народ состоял в основном из хиппи. Дети цветов 60-х годов. Когда Рапшлома начал петь, они присоединились к ему со всеми душой. И он понял, что это община, это таких зрителей, таких слушателей он искал все годы. Эту молодежь, которая стремится к чему-то более высокому и более чистому, он искал все время. Многие из них присоединились к нему в ту ночь, чтобы встретить шаббат у него в гостинице. И дальше все развивалось очень быстро. В течение меньше, чем за год, он вместе со своими хасидами открыли дом любви и молитвы в Сан-Франциско. И примерно 10 лет через него прошли десятки тысяч, тысячи, многие тысячи еврейской и американской молодежи. Там происходили субботные молитвы с нигуном, с молитвой, с музыкой, с плачем, с танцами. Шламов приходил туда каждый раз, когда он только мог. Длинные ночи, когда сидели учили Тору, рассказывали историю и пели. Сотни вернулись в Чуву. Сотни сделали Чуву. С тех пор он разделял свое время между своими поездками по всему миру, управлением этой синагоги своего отца и находить еще время заехать в Сан-Франциско в свой дом любви и молитвы. Многие из его учеников сделали Алию. В 1976 году создали Маор Модиин. Создали поселение, которое называется Свет Модиин. Начиная с 70-х годов, Шламов выступает по всему миру и перед различными мужчинами, религиозные, светские, евреи и неевреи. Его выступления все больше и больше приобретают смысл шлихут. По всему миру он представляется в качестве важного представителя еврейского народа. Он приглашается, среди прочего, на международные съезды, когда встречаются представители различных религий. Даже в Германию и Австрию он приезжает и заряжает общину, когда он говорит, помните, 6 миллионов. Мы находим его, что он поет перед арестантами тюрьмы в Соединенных Штатах, в Южной Африке, в Израиле. Или вдруг он появляется в каком-то ашраме в Индии, ищет какую-то заблудшую еврейскую душу. В 70-е годы он едет в Россию, встречает там наших братьев за железным занавесом, возвращается оттуда воодушевленный силой вечной жизни еврейского народа и записывает песню, которая становится неофициальным гимном еврейского народа «Ам Исраиль Хай». Все эти годы у него есть круги и учеников, которые слушают его. Время от времени он на день, на ночь приезжает, собирается вокруг него, поет, слушает его. Когда закрылась его синагога в Сан-Франциско, основное место деятельности Репшлома в Америке стала его синагога в Нью-Йорке. Также в Иерусалиме происходят встречи в субботу с Репшлома и так далее. В 73-м году он женился. У них родилось двое дочерей, Нишамо и Нердо, которыми он был очень связан всей своей душой. Он умер в 94-м году. В момент до своей смерти он сидел в самолете, который должен был взлететь из Нью-Йорка. И Хасидский Адмур, который сидел рядом с ним, попросил его спеть «Хасде Ашемки Лютамну». Одну из его мелодий. Репшлома достал гитару и с этим Нигуном его душа поднялась на небеса. Добудет память его благословена. Дальше он расскажет о том, как он познакомился с Репшломом. Наверное, мы это почитаем в другой раз. Сейчас мы перейдем к элулской теме, к Росошана. Можно? Можно я дам? Конечно. Пожалуйста. Я приехала в Беркли в конце 89-го года. Где-то в конце 90-х я пришла в такую организацию «Бейт Мидраж». Маленький мастер, в котором собрались все люди, которые видели и слышали у королепаха. Все. Все о нем вспоминали. Сейчас все почти в Израиле. Окей, очень интересно. Подождите, он еще был жив или уже после того? Нет, его уже не было. Он был в Сан-Франциско, Беркли это рядом с Сан-Франциско. Все его слышали, видели абсолютно. Все это такие хиппи, берклийские хиппи, которые потом вдруг вспомнили, что они евреи с помощью королепов. Прекрасно. Совершенно замечательное было. Комьюнити, да. В разных местах, к сожалению. Здесь, конечно, интересно, как он рассказывает о своем уходе из Любавич. Это непросто. Мы постоянно говорим о том, что у человека есть какой-то внутренний голос. Буквально на днях был урок, даже сегодня утром, что есть голос и есть совесть. Это не одно и то же. И он ушел, и он сделал то, что он должен был сделать. Это вы про него рассказывали, да? А? Это вы про него рассказывали, а не про себя? Конечно, про него. А про кого? Это про него, что он был личным Шарлиехом Любавичского рэми первые пять лет. С 50-го по 55-й год. И привозил к нему студентов. Но потом он сказал, что если я выступаю перед студентами и говорю им разойтись направо и налево, то я теряю 90%. А когда я говорю женщинам не петь, то я теряю еще девять оставшихся. И Рэби ему сказал, официально разрешить я тебя не могу. Сказать, что делать, я не хочу. Но... Делай, что знаешь. Делай. Все люди пришли в иудаизм благодаря Крлебаху. Конечно. Конечно. В этом нет никакого сомнения. Насколько... Все по-разному, но... Да. Да. Вот так. Поэтому выбор зависит от человека. Тов, теперь мы возвращаемся к Элулу, читаем про Элулу. Катубы Сефири Цира. Написано в Сефири Цира. Это такая каббалистическая книга. Книга творения, приписываемая Авраам Авину. Ну... Исследователи с этим не согласны, конечно. Но... Традиция говорит, что Авраам Авину я написал. Там написано, что каждый месяц имеет особенную букву. В каждом месяце есть своя буква. Буква Месцелул — это буква Юд. И созвездие Месцелул — это Бтула. Как это по-русски называется? Дева, да? Вы понимаете, что это значит? Это значит, что этот месяц затрагивает что-то очень глубокое внутри нас. Подобно букве Юд, которая закрыта и запечатана. Сказано, Ганна Уль Ахотикала — моя невеста, подобно закрытому саду. Ганна Уль Аян Хатум — закрытый сад, закрытый источник. Это буква Юд, это месяц Эдул, это созвездие Девы. В этот месяц мы понимаем, что мы так близки ко Всевышнему, что ничто не святое не может разделить между нами и прекратить эту связь. Я хочу, чтобы вы знали, дорогие друзья, исправление Месцелул — это не в такой степени вещь, которую мы сделали неправильно. То есть не исправление того, что мы сделали не так, как надо. Особенно Чува, Месцелул — это те вещи, которые мы сделали правильно, но мы не сделали их совсем сердцем. Сердце не было достаточно включено в наши действия. На это нужно делать Чува в Эдул. Вы знаете, иногда мы встречаем кого-то, он любит тебя, он моток, хамуд, хороший парень. Похозат умер ухак. Тебе он далек. Тебя хочется спросить у него, почему ты так далек. Я не уверен, что он говорит здесь про религиозное что-то, не знаю. Иногда ты видишь, как кто-то молится. Он молится очень красиво, прекрасно звучит. Почему ты так далек? Я видел родителей, которые целуют своих детей. И тем не менее я хотел им сказать, почему вы так далеки. Теперь слушайте. Ишбитский рэбби сказал, что слово Эдул происходит из слова Элиль. Элиль — это идол. Слово Эдул похоже на слово идол. Элиль означает нечто бесполезное, далекое от истины. Где же Юд? Где же буква Юд? Где внутренний центр? Где смысл? Ответ. Что Эдул — это такое время, когда именно из Рихук, из того, что находишься далеко, из того, что находишься в Элиль, в идоле, в идолопогонстве, Миткарвилл куда-то, Юд. Оттуда приближаются к точке Юд. Еще написано в Сафари Цира, что исправление месяца Эдул — это исправление левой руки. Что значит левая рука? Правая рука символизирует то, что я делаю сознательно. Левая рука — это то, что я делаю бессознательно. В месяц Эдул, когда светит имя Юд, светит то, что внутри, выясняется, что все, что я делал, даже то, что я делал бессознательно, приходит от этого Юд, от этой внутренней моей точки. Куда-то Юди, от еврейской точки, которая глубоко-блубоко спрятана внутри моего Я. В месяц Эдул они дойдут, дойдут ли? В месяц Эдул я принадлежу моему другу, друг мой принадлежит мне. В месяц Эдул — это просто время больше учиться, больше молиться и больше приближаться друг к другу. Эдул уже завершается, но тихонечко. Я верю в твою милость. Я верю в твою милость. Возвеселится мое сердце твоим спасением. Царь Давид говорит это перед Всевышним. Весь мир веселится только после того, как Всевышний отвечает. Но мы сыны Израиля, сыны Авраама, Ицхака и Иакова и святых матерей. У нас это иначе. Мы знаем, мы уверены, мы чувствуем, что Всевышний поможет нам. И мы это точно знаем, что Всевышний слушает наши молитвы. Я верю в твою милость. Я верю в тебя, Всевышний. Я знаю, что ты простишь меня. Я знаю, что ты поможешь мне исправить все. Я знаю, что ты дашь мне хороший год. Поэтому даже перед тем, как ты поможешь мне и спасешь меня, уже возрадуется мое сердце в твоем спасении. Я уже радуюсь твоему спасению. Знаете, друзья, иногда я вижу евреев, которые думают, что быть религиозным означает ходить с таким постным лицом и кряхтеть о всех грехах, которые они сделали. Это, наверное, тоже правильно. Но что-то внутри меня говорит мне, что это не тот путь. Путь – это возрадуется сердце в твоем спасении. Я точно знаю, что ты поможешь мне исправить все. Я знаю, что ты поможешь мне стать новым человеком. Лучшим, чем то, что было. Отрубление в шафар Элува. Почему мы отрубим шафар в течение всего месяца? Почему сыны Израиля отрубили в шафар в тот месяц? Потому что в месяц Элул Машер Абейн поднялся на гору Синай и учил Тору и Зуц самого Всевышнего. И мы хотели быть близкими к нему. Мы хотели дать ему знак, что мы с ним. Но как сообщить этому Муше? Знаете, не все голоса достигают небес. И понятно, что все слышно наверху, но иначе. Но голос шафара, так же как он здесь, так же он слышен наверху. И поэтому мы отрубили в шафар все эти дни, чтобы Машер Абейн узнал, что мы с тобой, Машер Абейн. Мы слушаем каждое слово, которое Всевышний читает тебе. И так же сейчас, каждое утро в месяц Элул, мы отрубим шафар. И каждое утро мы посылаем Всевышнему знак, который говорит, в пластилин мира мы слушаем каждое слово то и то же. Хорошее объяснение. Поэтому, когда мы отрубим шафар, то мы сообщаем Всевышнему, как мне больно, что я не сделал все из глубины сердца, как мне больно за всех тех золотых тельцов, которых я сделал в течение года. Продолжать или, может, возьмем что-то еще? Мы обычно делим урок на несколько частей. Давайте возьмем что-нибудь еще. Мартин Булбер. История. Это история Мартина Булбера. Мы уже начали их читать. Надо понять, где мы остановились. Может быть, мы поймем. Равыцхак. Извините. Можно спросить? Да. Конечно. Вот, если мы говорим о Чуве, что она, в общем-то, как бы не связана с сожалением о плохих поступках, то как же тогда будет работать эта идея, что при Чуве миахава плохое превращается в хорошее? Сейчас, еще раз секунду. Еще раз вопрос, если можно. Значит, если мы говорим, что Чува – это не сожаление о каких-то наших плохих поступках, а только о том, что мы что-то сделали с недостаточно открытым сердцем. Так. То как тогда быть с идеей, но вот Рав Кук об этом пишет, да, Чува из любви, что она позволяет изменить в прошлом так, чтобы плохое стало хорошим? Хороший вопрос. Давайте мы сейчас почитаем в зерве этого самого, как его зовут Бубера, а потом я попробую ответить хорошо. Хорошо. Вопрос хороший. И вот так. Вот. Так. На секунду. Рассейн Губер. 65. О, ок. И… Минута. Мартин Бубер Это книжка Мартина Бубера Называется она Закрытый свет Это хасидские истории Она есть по-русски По-русски мне читать не хочется Врите мне нравится больше В принципе можно ее найти Рассказывают Шауль и Иван Рассказывают Когда Раби Мэйр Марголис Автор книги Мэйр на Тивим Вместе со своим Сыном Которым было лет 7 Приехал к Балшемтову Балшемтов ему сказал Оставь своего сына у меня На некоторое время Маленький Шауль Остался у него дома И однажды Балшемтов взял его с собой Когда он поехал куда-то Вместе со своими учениками Он остановил телегу Перед трактиром В каком-то городке Зашел туда с учениками Вместе с ребенком Внутрь И там стоял скрипач И крестьяне и крестьянки Танцевали Малшемтов заявил Этим крестьянам Ваш скрипач Ничего не стоит Дайте моему мальчику Спеть перед вами Хоровую песню Или как говорится Песню для кружиться В хороводе И тогда вы сможете Танцевать совсем по-другому Крестьянам это понравилось Поставили этого мальчика на стол И он начал петь Своим голосом Наверное у него был хороший голос Хасидскую мелодию Песня без слов И они все начали танцевать Совершенно дикой радостью Потом один из них Молодой парень Вскочил Спросил этого мальчика Как тебя думал? Говорит Шауль По еще Сказал этот крестьянин Он снова начал петь Новую песню Крестьянин Стоял Напротив него И танцевал По Значит В тон Его песни Дикой радости И Каждый раз он говорил Ты Шауль А я Иван Ты Шауль А я Иван И после этих танцев Значит Крестьяне Выдали Большое количество водки Волшемтову Его людям И пели вместе Пили вместе Прошло 30 лет И Раби Шауль Который тому времени Стал Достаточно Зажиточным торговцем Он ехал И так же Грамотным человеком В Торе Он ехал По городам И весям По своим делам Напали на него Грабители И хотели его убить И он Просил За свою жизнь Привели его К их Главному Посмотрел на него И Сказал И фантом Спросил Как тебя зовут Весь Шауль Ты Шауль А я Иван Сказал Глава разбойников И сказал Своим людям Вернуть ему Все деньги И Посадить Его В его Карету Еще история Крестьянин Который На берегу Реки Рассказывают Когда Балшенто Жил В деревне Кислович Он Окунался В реку И когда Река Покрывалась Льдом Поделал Дырку В льду И окунался Один Крестьянин Домик Его Стоял Рядом С рекой И видел Что он Каждый раз Что его Ноги Прилипают К льду Каждый раз Кровь Идет И Тогда Этот Крестьянин Смотрел Когда Приходило Время Что Балшенто Окунался Он Подкладывал Там Солому Чтобы Балшенто Мог Встать На нее Один раз Спросил У него Балшенто Спросил У этого Крестьянина Что ты Выбираешь Хочешь быть Богатым Или Хочешь Долгую Жизнь Или Хочешь Быть Главой Старостой Деревни Ребе Сказал Крестьянин Все Хорошо Тогда Балшенто Сказал Ему Построить Баню На берегу Реки И Тогда Это Стало Известно Что Его Жена Этого Крестьянина Болела Окунулась Помылась В этой бане И выздоровела И Вода Все Начали Говорить Что Там Есть Особенная Вода Которая Лечит Больных Когда Врачи Об этом Узнали Они Испугались Что Они Останутся Без Денег И Постарались Закрыть Эту Баню Но За Это Время Крестьянин Разбогател Его Выбрали Главой Деревни Старостой И Также Он Прожил Долгую Жизнь Мадагамаси Постарались Раби Мелех Мележенск Говорил Что Сидеть В Посту Это Не Путь Служения Всевышнего А что Да Путь Просили У него А что Болшенцев Так Не Делал Разве Болшенцев Не Постился Болшенцев Ответил Раби Мелех Он В молодости Когда выходил На исходе Субботы Из дома То место Где он Молился И учился Брал с собой Шесть кусков Хлеба И Бочку Воды И Бывало Так Что Накануне Субботы Следующий Он Хотел Поднять Этот Мешок С земли Чтобы Вернуть Его Домой И Почувствовал Что Он Тяжелый Открыл Его И Увидел Что Все Шесть Кусков Хлеба Там Лежат Он Удивился Он Говорит Спаститься Таким Образом Это Можно Мне кажется Что В этой Майсе Есть Ответ На вопрос Который Задал Григорий Ответ Стоит В том Когда Человек Начинает Просчитывать Какая Это Шуба Нижняя Или Верхняя Какая Это Шуба Которая Сделает Мои Грехи Ошибками Или Это Шуба Которая Превратит В заслуги То Это Не то Что Имеется В В В В В В Поститься Так же Как Поститься Не означает Что Каждую Секунду Думаешь Когда Уже Закончится Пост Как Молитва Не означает Что Каждую Секунду Думаешь Когда Уже Закончится Молитва Также Чуба Это Не то Что Ты Сидишь И Думаешь Так Ты Проходишь В Эти В 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 Согласны Григорий Да Спасибо Большое Вам Ответ От этого От Бубера Однажды Когда Балшент Еще Был Молодой И Перед Шаббатом У него Не было Ни Копейки Денег Чтобы Купить Себе На Субботу Тогда Он С утра Пораньше Постучал В окно Местного Богача И Сказал Есть Тут Человек Которым Которым Нечего Кушать На Шаббат И Пошел Этот Человек Кто Не знал Балшент Побежал За Ним Спросил Если Тебе Нужна Помощь Почему Ты Убегаешь Мы Знаем Так Написано В Геморе Сказал Балшент Что Когда Рождается Человек Рождается Вместе С ним Порноса И Чем Больше Человек Чувствует Тяжесть Своих Грехов Тем Больше Ему Нужно Трудиться Чтобы Та Порноса Тот Заработок Который Ему Положен Чтобы Он Пришел К нему Но Этим Утром Я Почувствовал Что Эта Поклажа Стала Легче Но Осталось Мне Сделать Хотя Что Что Минимальное Чтобы Ее Получить И Я Сделал Минимально Постучался Тебе В окно Шлихут Мессия Когда Сообщили Балшенту С небес Что Он Должен Руководить Руководителем Еврейского Народа Пошел К своей Жене И Сказал Ей Ты Знаешь Что Мне сказано Мне Приказано Руководить Народом Израиля Она Сказала Что же Мы Должны Делать Он Сказал Поститься Они Постились Три ночи Три дня Лежали На земле День И ночь На Третий День Перед Вечером Балшентов Услышал Голос Небес Сын Мой Иди Веди Народ Тогда Он Поднялся На ноги И Сказал Если Так Желает Всевышний Чтобы Я Уководил Народом Израиля Я Должен Это Принять Еще Еще История Еще Рассказывают Когда Сраил Лезер После Того Как Он Занимал Одна За Другой Должности Помощника Учителя Слушки В синагоге Которая Что Было Слышно С Той Стороны Реки И Исраиль Слышал Ее Голос Выходил Трактир Обслуживал Гостя В шаббат Он Оставался Дома И Одевался В субботнюю Одежду Однажды Это Был Третий День Недели Ученик Раби Гершина Который Был Как мы Сказали Гис Брат Сестры Ехал В Броды К своему Учителю Дорога Шла Через Деревню Который На берегу Реки Прут Он Вышел Из телеги Направился В трактир Жена Балшентова Позвала Его Шел Балшентов Обслужил Гостя Потом Гость Говорит Исраиль Давай Запряги Лошадь Я должен Ехать Балшентова Запряг Рошадь И Пришел Сказать Ему Об этом Потом Он Друг Говорит Слушай Может Ты Останешься Здесь На Шаббат Гость Разозлился За глупый Вопрос Когда Он Проехал Полверсты Сломалось Колесо Справить Сразу Было Невозможно Пришлось Вернуться Снова Ночевать В этом Время Следующее Утро И На Послезавтра И На Канун Субботы Утром Каждый Раз Возникали Новые Препятствия В конце Концов У него Осталось Выбора Только Как Остаться Здесь На Шаббат И Он Погрустневший Ходил По На Кануне Субботы Туда И Сюда Когда Он Увидел Что Жена Был Сенту Печет 12 Хал Он Удивился Для Чего Тебе Это Нужно Да Сказала Женщина Мой Муж Он Простой Человек Но Он Кошерный И Я Так Видел Своего Брата И Я Делаю То Самое Своему Мужу Есть У Вас Тут Баня Спросил Да Конечно У нас Тут Есть Миква Для Чего Он Спросил Миква Мой Муж Простой Человек Но Кошерный Человек Он Окунается В Миква Каждый День После Полудня Когда Пришло Время Молитвы Минхи Он Спросил Гость Спросил Гость Спросил Женщину Гость Спросил Женщину Где Ее Муж Одну Секунду Ладно Ге 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 Секунду Ну вот. Где мы были? Значит, он спросил женщину, где муж? На поле. Пасет овец, быков. Пришлось гостю молиться в одиночестве, встречать шаббат в одиночестве, потому что Балабай, этот хозяин, еще не вернулся, потому что он молился в своей пещере. Когда он вернулся домой, снова начал тести себя, как простой крестьянин, и в своих манерах, в своей речи благословил гостя. Он сказал, смотри, так получилось, что ты остался здесь на шаббат. Встал к стене, как будто бы он молится, и чтобы не показать свое воодушевление, он попросил гостя сделать кидуш. И они сидели, и пили, и кушали вместе. Потом он попросил Балшенту в гости, чтобы сказал слово Торы, и чтобы считаться с уровнем, как говорится, хозяев. Он говорил какие-то простые идеи. В середине ночи, когда Балшенту исполнилось 36 лет, ему сообщили с небес, что стоп, можно тебе раскрываться. Прошло время сокрытия. И в полночь гость увидел на своей кровати, что горит огонь на печи. Побежал туда, думал, что загорелись дрова. Вдруг он видит, что это не огонь, а свет. Белый свет, великий белый свет приходит со стороны печки и наполняет дом. Он испугался, упал в обморок. Когда Балшенту пробудил его, вернул его к жизни, он сказал, что не нужно смотреть туда, куда не нужно. Утром Балшентов одел белые одежды, субботние, пошел в пещеру, вернулся с поднятой головой, лицо его сияло. Он пришел домой и начал петь от кино-сиудата, субботнюю песню. Потом он взял кедуш с удивительным двекут, с удивительной каваной. Во время сиуды, во время трапезы, он снова попросил гостя сказать что-то, но тот был настолько удивлен, что не способен был произнести ни одного слова. И тогда Балшенту сказал несколько слов, но тогда Балшенту сказал, что я слышал иначе. И они вместе помолились Минху, потом Балшенту сказал Тору, и открыл такие тайны Торы, которые не слышали были в веке. И вместе они помолились в Маариев, сделали Авдалу. Пришел ученик Раби Гершина в Броды. И перед тем, как пойти к своему учителю, он пошел к хасидам. Была большая группа хасидов в том городе. И сказал им, что произошло, и сказал, большой свет находится рядом с вами. Будет правильно, если вы пойдете и приведете его в город. Пошли и встретили Балшенту перед деревней, на краю леса. Сделали ему трон из веток деревьев. И посадили его на него. И он сказал перед ним слова Торы. До сих пор сказки, комментарии. Продолжение вопросу, который задал Григорий. Мы говорим об этом постоянно, что есть как-то два типа шубы. Они принципиально различны. Есть шуба, когда человек ищет недостатки и пытается их исправить. А есть шуба, когда человек больше думает о том, в чем состоит его миссия, что он должен сделать. То есть он сосредоточен на позитивном действии, а не на поисках грехов. Это основное чуво поколения. Это не значит, что человек вообще не должен думать о том, что он сделал что-то плохое. Но основное чуво – это нахожусь ли я вообще там, где я должен быть. Делаю ли я то, что я должен делать. Реализую ли я тот потенциал, который Всевышний мне дал. Или это чуво. Рассуждать на тему – это большая чуво, или маленькая, высокая, или низкая. Это после 120. Мы сейчас находимся в состоянии действия. Главный вопрос, который звучит человеком, мы недавно об этом говорили, это вопрос АЕКО. Где ты? Находишься ты вообще на своем месте или нет? И особенно чуво, связанное с Рошашоной, с Эдул, поскольку это, как говорится, ходишь к Лали, это месяц, определяющий целый следующий год, то тоже вопросы, которые человек должен задать себе в этот месяц, это какие-то общие вопросы, глобальные вопросы, относительно его лично. И на них он должен сосредоточиться. Это основной смысл чуво Эдула, и это основной смысл чуво Тишре. Ну, вот, наверное, так. Кто-то хочет добавить, спросить, прокомментировать, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Фаш. У меня маленький комментарий, я просто сидел, пока слушал губеровские рассказы, я их сидел, и в голове никак не мог избавиться, что я сравниваю их с рассказами о Карле Бахе. Окей. Просто поразительно. И сидел и думал, что мне ближе, то есть рассказ об Ащентове и русском мужике, или рассказ о Карле Бахе и Берхельских хипанах. Окей. Я пришел к выводу, что я не знаю, что мне ближе. Прекрасно, прекрасно. Я честно говорю, хотя с хипанами я, наверное, когда-то был связан, но каждый говорит на своем языке, и, безусловно, каждый говорит в своем времени. И если Большим Тов праведник своего поколения, то Карле Бах праведник своего, нашего. И это очень здорово. Меня почему-то это вдохнуло большую надежду, потому что не нужно никуда бежать, может быть, нужно заглянуть в зал, посмотреть на простого раввина или простого человека, который стоит рядом с тобой, может, это и есть праведник моего поколения. Такое все очень позитивно получилось. Прекрасно. И потом меня поразил, действительно поразил, поразил в рассказе о Карле Бахе, в этом принесло, поразило решение Рэбе. Ну, действительно поразило. Если за за Карле Бахом охотились, охотились, ну, в кавычках, и литваки, и хасиды, чтобы перетянуть его на свою сторону, и только для того, хасиды его перетянули к себе, Рэбе его перетянули к себе, только для того, чтобы потом отпустить. Это говорит только о величии этого человека, о величии того, как он видит. Это поразительно. Меня поразило до глубины души. Интересное прочтение. Ну да, ну таки да. Ну таки да. Это то, что называется, что Рэбе понимает, что это то, что надо делать, но он не может ему сказать, что он должен делать. У каждого свои правила игры. Но то, что Рэбе более чем понимал, что это путь. И Кадыбах сохранил какие-то теплые отношения как раз с Рэбе. Вроде он когда-то появлялся на каких-то фарбенгенах, есть много всяких таких историй. Как иначе. Таки да. Рэбе делает своего хасида мегалех. Есть такое выражение, что Рэбе делает своего хасида идущим. Идущим самостоятельно. То есть Рэбе дает человеку силы найти собственный путь, другими словами. И тот момент, что он понял, что он нашел собственный путь, Рэбе ему говорит вперед. Так, наверное, можно это прочитать. А на меня очень подействовала история про Парнасу. Надо еще раз перечитать и обдумать, там что-то есть очень важное. Окей. Здорово. Кто-то хочет дополнить, добавить, спросить? Тогда, наверное, мы заканчиваем. Завтра у нас, как обычно, наши уроки по утрам в 11, по вечерам всем. Заходите на огонек. Огонь здесь иногда немножечко горит. Я надеюсь, иногда горят какие-то еще огни. Я считаю, что должно быть много огней, чтобы каждый мог найти тот, который ему подходит на данный момент времени. спасибо всем, кто участвует. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. До свидания. Все хорошо.